Ну ничего, бывает по-разному. А теперь Вишневецкая Ксения. Аплодисменты, пожалуйста. Раз-раз. Здравствуйте, дорогие! Очень рады мы видеть вас. Приехали сегодня в Оренбург на экскурсию. Покорены вашим городом, вашими теплыми сердцами, вашими очаровательными улыбками. Меня зовут Ксения Вишневецкая. Я приехала из города Токанрога. Он находится в Ростовской области. Основал его Петр Первый. И приехала я сюда в литературную резиденцию благодаря замечательному детскому журналу. Вот я показываю его. Вы, наверное, все его помните. Потому что многие поколения выросли на этом журнале. Вы узнали его? Это журнал «Мурзилка». Представляете, он даже старше Елизаветы Второй, а ей 96 лет. Значит, нашему «Мурзилке» уже 98, и через два года он отметит свое столетие. Я была впервые в 2019 году. Мое стихотворение было напечатано в этом журнале. И благодаря тому, что они продолжают принимать мои произведения и печатают их, меня пригласили в литературную резиденцию. И сегодня я счастлива прочитать вам несколько стихотворений. Вот самое первое, с чего все началось. Называется оно «Портфель». Кому-то лето-праздник, а мне наоборот. Никто меня на улицу с собой не берет. Я похудел, осунулся, остался неудел. Мною не интересуются, хозяин охладел. Я роликом завидую, мечу, велосипеду. Они смеются надо мной и празднуют победу. А я лежу ненужный, забытый и пустой. Эх, мне бы лето пережить, период непростой. Спасибо большое. А еще я знаю, что ребята очень любят делать самолетики. И нас тоже пригласили делать самолетики. Вот какое стихотворение у меня есть про самолетик. Летит самолетик среди облаков, Тут лебедь навстречу. А ты кто таков? В полосочку крылья и звезды на них. Я раньше не видел расцветок таких. Не птица я вовсе, тетрадный листок. А стать самолетом мне Витя помог. Сложил и раскрасил, и ввысь запустил. Тут ветер веселый меня подхватил. Увидел я город с большой высоты. В нем множество улиц, есть парки, мосты, потоки машин и потоки людей. А ветер крепчал, становился сильней. Теперь я над морем огромным лечу. Но кажется мне, что домой я хочу. Был лебедь, понятлив, помог малышу. Из виденных слов я вам это пишу. Ну и так как сейчас лето, хочу закончить свое выступление стихотворением именно об этом замечательном времени года. Лето. Спасибо вам огромное. Мы вас очень любим.